Продолжение следует... Всем доброго времени! Проект «Большой чемодан» на всех видах транспорта продолжает свое акустическое путешествие по звукам городов и стран. У меня, как всегда, 18 часов и не минуты больше. В этом городе голова кружится в трехдольном такте даже в метро. Город Вальс. Так бы я назвал австрийскую столицу. Странно, в музыке нигде не слышно, а в голове... Парам-парам-парам-пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Вену, друзья, по чемоданам. Задача небольшой команды «Большого чемодана», оказавшись на один день в чужой стране, найти самое тихое место, самое шумное место и самый уникальный звук. Но это еще не все условия акустического путешествия. Свои аудиопоиски мы должны вести, прибегая к помощи подсказок соотечественников и всей интернет-планеты. И еще. Нам во что бы то ни стало, нужно разучить местную песню и на самой оживленной улице попробовать заработать на ужин. Важная деталь. Собирая свой чемодан в планетарную медиатеку, мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность, друзья. Для этого написаны тысячи путеводителей. Наша цель – лишний раз убедиться, что весь мир – большой чемодан. Друзья, за время наших акустических странствий мы повидали немало трамваев. Может, звучат на ней все и одинаково, но этот венский трамвайчик точно отличается от всех остальных. Он узкий, и у него только одна фара. Все основные достопримечательности Вены находятся по кругу, на ринг-штрассе. Достаточно сесть в трамвай, и на каждой остановке – историческое достояние. А я еду к собору Святого Стефана. Моцарт, Бетховен, Штраус, Шуберт подарили столько звуков этому городу. Конечно, непросто их поместить в наш чемодан, несмотря на то, что он большой. В нашем путешествии, акустическом, друзья, время ограничено. Вифер? Есть немного времени на сувениры и утренний кофе. В 9.00 договорились встретиться с тем, кого до этого видели только в Скайпе. Да? Всех звуковых двеномышленников мы искали в социальных сетях. Немногие поддержали идею подарить свой день съемочной команде, ищущей звуки. Правда? Странная история. Где искать эти звуки? Но мы-то знаем, что мир – тот, что чемодан. Не без добрых людей. И мы их нашли и в Вене тоже. Немецкий не знаю, говорю, что это похожее на венская опера. Друзья, рядом с венской оперой мы встретились с нашим соотечественником Антоном. Он живет здесь в Вене уже целый год. Еще год, я бы сказал, но у него такой увесенный список звучных мест. Что, рассказывай. Ну что, расскажу. Список Антона состоит из 11 пунктов. Большая часть подверглась беспощадной цензуре нашего оператора в силу своей экстремальности. Видно весь город, и там прекрасный, конечно, звук венского леса. То есть его нет. Солнце радует, но снежные стихии уже не за горами, за Альпами. Олег, еще одно интересное место, это парк Пратер. Там чем интересно? Там довольно большое количество аттракционов. Так. Там всегда музыка, всегда люди отдыхают, играют. Там есть очень известный аттракцион, это называется Ризен Рад. Большое колесо. А мы его видели, когда ехали. На котором можно всю Вену увидеть. Это очень старый аттракцион. Отлично. И это все? Ну, есть еще множество. Слушай, а все-таки какую песню ты для меня приготовил? Есть очень такая веселая песня, называется Антон Аустиголь. Антон, это в честь тебя песня? В том числе, в том числе. Там очень смешной текст. Надеюсь, легко учится. Ты мне сейчас скинешь по блютусу, да? Да, конечно, да. Слушай, на каком языке ты общаешься с местными? На немецком. Наше акустическое путешествие проходило по четырем странам и шести городам старушки Европы. Но самое пикантно неожиданное оказалось здесь, под землей исторического центра Вены. Ваши аплодисменты, господа. На немецкий туалет. Спортный туалет, о чем ты мне поговорил, кстати. Мид Мьюзик? Да. Тут всегда играет музыка, очень интересно. Я смотрю, даже там картины висят, да, какие-то? Да. Ну, сюда нам пока еще рано. И вообще, я думаю, такой туалет может быть только в Вене, Антон. Чтобы, не дай бог, звук венской уборной не застрял в нашем чемодане, мы спешим с Антоном туда, где машины и животные соединились в одной аудиодорожке. Мощеной дорожке. Да, да, спасибо. Друзья, мы пришли к Хоффбургу, чтобы услышать звук венских повозок здесь, правильно, Антон? Да, но, к сожалению, сегодня слишком холодно, хоть и солнечно, поэтому ни одной... Ну, я слышу звук венских рабочих. Ну, если честно, конечно, вряд ли кто-нибудь из них извели, я бы сказал. Депо венских карет, повозок или экипажей мы все-таки нашли. И дело не в том, что лошади подмерзли. Просто нет туристов, готовых выложить 50 евро за получасовую экскурсию. Обратил внимание на контрастную деталь. С одной стороны изящные кареты, а с другой кучеры. Выглядит как сибирские дальнобойщики. Видите, образовалась пробка из железных коней. Но никто не нервничает. Это вена. Здесь лошадь давно приравнена к общественному виду транспорта. Друзья, это Татьяна. Татьяна, она из Петрозаводска, живет в Астрии уже 12 лет. Правильно, Таня? Да, правильно. Куда мы сейчас идем? Мы сейчас направляемся к Дому музыки, который находится в центре Вены. Дом музыки? Извини, Дом музыки что значит? Это большой музей, где собраны все звуки со всего мира. Понятно. Ну, ты объяснила, что мы будем снимать? Да, конечно. То есть разрешение у нас есть? У нас есть разрешение. Я договорилась с директором, который с удовольствием решил помочь российскому телевидению снять эту программу. Слушай, нам очень повезло, что мы тебя нашли. Идем. Хаус Дер Музик – это самая настоящая аудиокладовая для ленивых звукоискателей. Можно было просто зависнуть в этом музее на 18 часов. И большой чемодан заполнен. Не ищем легких путей. Но три часа на Дом музыки не жалко. Это комната пренатального восприятия шумов. Звук, который мы когда-то слышали в утробе матери. Дыхание, бульканье. Эта часть звукового музея называется соносфера. Здесь у каждого посетителя образуется новое восприятие звука. Друзья, здесь в галерее звуков находится огромнейших размеров барабан и фрагмент акустической гитары. Все для того, чтобы почувствовать слуховые переживания человека. Друзья, я специально расчехлил гитару, потому что нахожусь в месте под названием «Полифоний». Это место с идеальной акустикой. Самое время проверить, почему. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Пам-па-ра-па-па-па-па. Пара-па-па-па-па-па. Пара-па-па-па-па. Пам-па-па-па-па-па-па. Непонятно, почему, на самом деле. Ну, что-то какое-то чувствуется вакуум. Чтобы идеальная акустика. Кто знает. На этой стене находится коллекция человеческих звуков Допустим, вот здесь кто-то кашляет, здесь чихает Тут, например, этот звук мы пропустим Очень интересная вещь тоже Можно услышать звук любой точки планеты Допустим, Бродвей, Нью-Йорк Таня, у тебя что там слышно? Нет, турецкая деревня Турецкая деревня Или колокольня Сан-Марко-Венеция Здесь что находится у нас? Тоже какие-то улицы Или зоопарк Мартышки кричат Креативно, современно, бережно Эти три эпитета про территорию венской классики Которая расположена на третьем этаже Уходить не хочется Настолько каждый из залов интерактивен и концептуален Друзья, вы сейчас видите стенд С специальными наушниками Которые помогают проследить В какой период В какой год биткоин терял слух И на каждый такой период Есть фразы, сказанные им Таня, переведи, пожалуйста, по-моему На немецком Я был бы счастлив Наверное, одним из самых счастливых людей Если бы в моих ушах не сидел дьявол Это 2 мая 1810 года, друзья А в 1822 году Абсолютная тишина Друзья, благодаря музею музыки У меня сейчас есть уникальная возможность Стать виртуальным дирижером Венского филармонического оркестра Поехали Будет Штраус Будет Родецкий марш Видимо, объясняет мне Какие должны сейчас делать движения Правильно, поехали Не так-то это просто, друзья Ну это какая-то совсем кавер-версия В моем исполнении Можно замедлить А можно ускорить А можно просто не мучить ребят И свой слух Но это получается меньше всего Все, ребята, хватит Хватит, ребят Все, все Я сложил оружие Сейчас он меня хвалит Это были аплодисменты, друзья Если вы думаете, что Управлять Дирижировать Оркестром Это просто вот так вот палочкой махать То здесь Музей музыки Можно убедиться в обратном Далее в Большом чемодане Вечерний концерт на Кертнерштрассе Звуки венского конька То есть катка Большое венское колесо И ответ на главный вопрос Удастся ли нам с легкой руки Яны Чуриковой Пробраться в венскую оперу Главное звучное место музыкальной столицы мира Главный звук Это, конечно, венская опера Есть проблема Вас, скорее всего, не пустят туда с камерами Но, если получится, передавайте привет А не не требко Вот так Партнер проекта Авиакомпания Чешские авиалинии Через Прагу в любой город Европы Если вы только что присоединились К нашему акустическому путешествию Рассказываю Вы смотрите Большой чемодан Мы собираем аудиотеку Состоящую из звуков городов и стран В нашей венской коллекции уже есть Венский трамвай Немецкий с австрийским акцентом Топот венских повозок И все многообразие уникального звукового музея Дом музыки Пока мы были в доме музыки Как и обещали синоптики Австрия завалила снегом А мы с Татьяной идем в парк развлечений Пратер Куда нам рекомендовал пойти Антон Музыки вокруг не слышно Ни погода Сейчас мы будем репетировать песню Антон Аустероль В большом венском колесе Которому больше ста лет Как сказал Таня Это шедевр Инженерного искусства в 19 столетии Таня, проходи пожалуйста Наш вагон номер 6 Как здесь тепло Супер Идеальное место Смотрите, камин Начинаю петь правильно слова Забываю аккорды Играю аккорды Не помню текст Еще ты на меня смотришь Вообще просто Так Их бин могуч Удар везуч Их трапи Как переводится Их трап из хайс Что это за фраза такая? Я горячий парень Я А, то есть В принципе Можно сделать так Их трап из хайс Весьма горюч Вот Таня Где ты была? Ты только сейчас поняла Да Весьма горюч Вип 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 Игра гитара Чтобы деньги мне бросали Воден Антон Аустероль Игра 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 Мужчина из соседнего вагончика Тычет нас пальцем Игра 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 Вон, бицепсы показывают теперь свои. Партнер проекта авиакомпания «Чешские авиалинии». Через Прагу в любой город Европы. Напрасно мы искали шум, гам, музыку и детский смех в парке. Все шумят здесь. Сезон балов в Вене в самом разгаре. Уже отшумели бал врачей, бал юристов и даже бал полицейских. Попасть туда легко. Какие-то там пару сотен евро. Но мы сейчас находимся на балу, куда может прийти любой желающий. Это каток на площади перед Ратушей. Здесь шумно, как на любом венском балу. Покататься бы, только нет времени. Конечно, в громкоговорителе главного катка Австрии звучит только поп-музыка. Но мы, пользуясь служебным положением, включили Штрауса, и наши кадры завальсировали, повторюсь, в трехдольном такте. Субтитры создавал DimaTorzok Проекта «Чешский деловой центр». Бесплатное высшее образование в Чехии. Телефон в Уфе 272-13-71. Сама Яна Чурикова, телеведущая Первого канала, член Академии российского телевидения, подсказала мне, что венская опера – это то, что мы ищем. С Яной не поспоришь, время еще есть. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы видите кадры, о которых все наше венское путешествие мечтал наш оператор. Медленно и со штативом. Главное не торопить, чтобы рука не дрогнула. Друзья, здесь, в венской опере, здесь пока еще нет ни одного зрителя. Мы первые на сегодня. Будем звонить Яне Чуриковой. Руслан, привет. Алло. Алло, Яна. Здравствуйте. Ну что, получилось? Проникли? Да, мы таки добрались. Сейчас нахожусь в венской опере. Ну, ребята, даете. И что же дают сегодня? Сегодня дают мадам Батерфляй. С минуты на минуты начинается. Поздравляю, парни. Миссия выполнена. Дайте пять. Спасибо большое, Яна. Спасибо. До свидания. Друзья, вот такая подсказка от Яны Чуриковой. Смотрю я на всю эту роскошь и понимаю, что без смокингов-то нас не пустит в святая святых музыкальной столицы мира. Ответ я получил сразу после третьего звонка. За этой дверью находится то, ради чего большой чемодан здесь, в венской государственной опере. Мадам Батерфляй уже началась. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Партнер проекта – компания Евроэдукейшн. Компания Евроэдукейшн предлагает всем желающим принять участие в программах поступления в лучшие вузы и гимназии Чехии, а также обучение на курсах чешского языка. Друзья, здесь на центральной улице Вены под названием Кертнерштрассе летом всегда много музыкантов, но сегодня не отважился ни один в такую погоду. Кто знает, когда еще большой чемодан окажется в Вене? Поэтому я все-таки, пожалуй, спою песню про Антона из Тироля и попробую на этом что-нибудь заработать. Антон! 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 Ан Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я здоров, я биндер Антон Аустюль. Мои бицепсы надуты санен банзин, как батуты моё тело. Я тратить страсть весьма гаючь. Уэппи их бит на гитаре, чтобы деньги мне бросали. Волден Антон Аустюль. Партнёр проекта – авиакомпания «Чешские авиалинии». Через Прагу в любой город Европы. Я даже не знаю, чего больше в моей шляпе – снега или монет. Но ни много ни мало – 6 евро 60 центов. Венское акустическое путешествие с большим чемоданом закончено. Наша съёмочная команда идёт есть Шницель. Связан, кр apprentice Космос, и причем? Связан, кр AG Г Gonz choи чеmodану. СОНДАЙВАКУТ car Акусталь МЕ. и и в и на и на и и Весь мир большой чемодан. Субтитры сделал DimaTorzok